Всем привет! Вы на канале Maros Live и сегодня я спешу поделиться с вами новостями последними, которые происходят сейчас в Чехии, точнее уже произошли. С вашего позволения я зачитаю самые главные новости. Значит, ребят, касаются они непосредственно всех нас, всех украинцев, ну и других иностранцев, которые пребывают на территории Чехии. Значит, 4 июля президент Чехии подписал поправки к закону пребывания иностранцев, Милаш Земон подписал пакет поправок к закону пребывания иностранцев. Помимо прочего, они значительно расширяют полномочия Кабинета Министров в регулировании экономической миграции. Разработанный МВД документ вступит в силу через две недели после публикации в своде законов, ориентировочно это произойдет в начале августа. Самые основные моменты, которые здесь я выбрал, которые непосредственно будут касаться всех украинцев по программе режима Украина и других иностранцев, ну, также появится новая виза на один год, то, что уже некоторые ребята спрашивали. Вот, там их очень много, этих законов, поэтому самые основные сейчас я вам назову. Итак, значит, первое. Вводится новый тип рабочей визы, называться он будет «Меморадная процедурная виза». Она будет неразрывно связана с трудовым договором и выдаваться максимально на один год без возможности продления или смены цели пребывания. То есть, фишка данной визы следующая. То есть, вы приезжаете по данной визе, год отрабатываете и уезжаете. Работать можете напрямую от завода, то есть, здесь работать на агентуру не получится. Это указано в самом законе. Для чего это сделано? Я так понимаю, что какие-то определенные профессии, которые необходимы сейчас срочно для чехов, они будут делаться, документы на эти вакансии, и уже после года работы дальше можете уезжать домой. А продлить саму карту на один год нельзя будет. Если вы хотите поддаваться на двухгодичную карту, нужно будет уезжать домой, делать всю процедуру заново. А прибывших по трудовой визе мигрантов будут регистрировать только при наличии подтверждения от работодателя по фактическому трудоустройству. Что это значит? То есть, все новые мигранты, которые будут приезжать в Чехию, уже в полицию, непосредственно будут поддаваться вместе с этими документами. То есть, подтверждение нужно будет от работодателя по фактическому трудоустройству. То есть, если этих документов не будут, то регистрировать просто не будут. Вот. Следующий пункт, который, так считаю, одним из важных, это будет обязательный интеграционный курс. Вот. Что здесь будет? Новый закон обязывает иностранцев из третьих стран, не входящих в Евросоюз, пройти интеграционный курс, аналогичный тому, который сегодня является добровольным. Сделать это нужно будет в течение года, с момента получения первого разрешения на долговременное или разрешение на постоянное пребывание. То есть, касается ВНЖ и отрывалого побыта. Нарушителей будет ждать штраф в 10 тысяч крон. Главная цель восьмичасовой образовательной программы – рассказать приезжим о чешских обычаях, культуре, снабдить информацию о правах и обязанностях мигрантов, а также деятельности тех или иных ведомств и интеграционных центров. Ну, то есть, такая вот система, то есть, обязанное, обязательное условие будет прохождение интеграционного курса. Оно будет, нововведение распространяется только на недавно прибывших мигрантов. И эта процедура начнет действовать с января 2021 года. То есть, она будет проходить в центрах интеграции иностранцев, которые должны появиться во всех 14 регионах республики. Ну, финансировать, естественно, будет правительство. Ну, здесь, на самом деле, ничего плохого не вижу, поэтому нормальный закон, нормальная процедура, которые должны, в принципе, проходить, я думаю, все граждане, так сказать, Украины, которые приезжают в эту страну, в новую для себя страну, хотя бы, чтобы понимать некоторые азы языка и не только. Также один из самых главных законов новых, теперь правительство сможет регулировать квоты на трудовых мигрантов, из разных стран, в том числе по программе «Режим Украина». Что это значит? То есть, регулирование экономической миграции. Как я раньше говорил, Чехия по режиму «Украина» приняла увеличение квот. Пока еще есть информация, что не вошло это все, так сказать, движение. Но сейчас новый документ принятый, дает правительству полномочия оперативно регулировать экономическую миграцию путем установления квот на выдачу виз предпринимателями трудовых карт представителям тех или иных специальностей. Это позволит приоритетном порядке принимать иностранцев тех профессий, в которых остро нуждаются чешские работодатели. Квоты не коснутся мигрантов, которые уже находятся в Чехии на других основаниях, но захотят сменить цель пребывания на трудоустройство. То есть, здесь уже само правительство выбирает, кто им нужен. То есть, строители, медицинские работники, электрики и так дальше. Поэтому увеличили квоту до 40 тысяч, но, опять же, не так все просто будет происходить. Еще один из самых основных моментов, это я зашел уже непосредственно, сам закон, новые работники по программе режима Украина теперь будут обязаны отработать минимум... То есть, владелец карточки работодателя имеет право сменить работодателя через 6 месяцев после принятия окончательного решения о выдаче карточки работника. То есть, вы теперь, новые сотрудники, которые будут приезжать в Чехию, по данному режиму, должны будут отработать минимум 6 месяцев. Для чего это, я так думаю, сделано? Для того, чтобы защитить работодателя. Потому что многие, да не только украинцы, другие программы, которые приезжают и выдаются карточки на ВНЖ, меняют работодателя. Бывают такие случаи даже не отработали одного дня. Поэтому мы решили защитить Чехии работодателя своего и только после 6 месяцев работы можно будет сменить работодателя. При этом сказано в законе, что переходить нужно только на те вакансии, которые зарегистрированы в реестре, и нельзя будет переходить на агентуру. Но опять же, это то, что сказано в законе, на самом деле, как оно будет, неизвестно. Поэтому это, можно сказать, приравнять к какому-то, конечно, рабству. Поэтому внимательно выбирайте вакансии, внимательно выбирайте те должности, на которые вы едете, чтобы понимать, какая работа вас ждет. Почему? Потому что поменять ее будет тяжело. Меняется она, естественно, через полицию. То есть здесь не так все просто, но об этом чуть позже. Ссылку на законные все эти, правда, не на чешском языке, я вам скину под видео. Посмотрите, может, кому-то что-то будет интересно. Там очень много информации, поэтому, я думаю, она вам пригодится. У меня на этом все. Делитесь своими мнениями, комментариями под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.